А теперь вернемся к визиту министра спорта в наш регион. Рабочую поездку Олег Матыцын завершил в Мурманске, приняв участие в зажении огня Полярной Олимпиады. О том, каким будет этот праздник Севера, расскажет Мария Рябинкова. Плать замерзших озер и легендарные сопки. Лышные трассы, ставки истории и новые спортивные объекты. Все готово и ждет только тебя. Этот праздник Севера уже 88-й по счету. Старт спортивному событию дали на Центральном стадионе профсоюзов. Здесь установили большую сцену с экраном, на котором и планируют в дальнейшем транслировать самые яркие моменты праздника. Торжественная церемония открытия Северного праздника началась с парада участников соревнований. Это представители 18 видов спорта, которые составляют программу Полярной Олимпиады. Наши спортивные надежды – будущее нашего российского спорта. Друзья, приветствуем аплодисментами наших юных спортсменов. Зрители погрузили в театрализованное представление, которое рассказывало о зарождении спортивных обычаев и традиций Кольского Заполярья. С каждым разом спортивные состязания становились все ярче, масштабнее и разнообразнее. Северяне с юного возраста обучали своих детей разным видам спорта. Впервые в церемонии открытия праздника Севера принял участие министр спорта Российской Федерации Олег Матыцын. Это действительно уже история. Я абсолютно уверен, что надо эту историю насыщать новым содержанием. Детям рассказывает о своем крае, потому что та презентация, которая сделана была на открытии, она, конечно, говорит о том, что в крае великая история, ее надо знать, ее надо изучать. Надо быть благодарным старшим за то, что они создали сегодняшнюю жизнь и дали возможность нам продолжать быть звеном в этой мощной цепи. Участвовать в Полярной Олимпиаде приехали спортсмены со всей России. Среди них мастера международного класса, мастера спорта, призеры и чемпионы соревнований. Становится как-то что ли больше видов спорта, больше участников. Это все делается более красиво, то есть и как бы для зрителей отчасти, то есть и для спортсменов. Для меня праздник Севера это больше как зрелищное мероприятие, где я принимаю участие, а как зритель больше. Кульминационным моментом открытия также стало зажжение огня Полярной Олимпиады. Три, два, один! Впереди у спортсменов зрелищные соревнования и захватывающая борьба за победу, а у зрителей незабываемые эмоции. Это те традиции, та мощь, та скрепа, тот стержень, на котором держатся Север, Арктика и наша страна. Я всех поздравляю с этим открытием. Самыми яркими и ожидаемыми событиями праздника Севера станут фестиваль зимних дисциплин парусного спорта в Териберке, первая в истории региона гонка героев в парке Патриот, а также традиционный мурманский лыжный марафон. Узнать все подробности расписания праздника Севера можно на официальном сайте Министерства спорта региона. Завершатся соревнования 16 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok